добрый день уважаемые коллеги я рад вас приветствовать на нашем первом вебинаре новой недели вебинарной как хорошо меня слышно поставьте пожалуйста как всегда плюсики в чат если слышите и видите меня хорошо прекрасно вижу вашу реакцию ну что ж прежде чем передать слово константин николаевич для его доклада а хотел бы как всегда отметить что в самом начале чата у нас располагается две важные ссылки первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров в котором вы можете зарегистрироваться на любой вебинар предстоящего учебного года вплоть до июня месяца вторая ссылка эта ссылка по которой будет располагаться запись нашего сегодняшнего вебинара и где располагается записи всех предыдущих наших вебинаров за все время существования вебинарной площадки у компании директ медиа хочу также отметить что у нас есть небольшая небольшой повод для радости вчера число подписчиков нашего видео канала на ютюбе превысило тысячу человек так что мы теперь тысячники как говорится да ну и вас тоже я призываю тех кто не не подписался на наш канал подписаться на него ну и наконец разрешите мне следующие два вебинара прорекламировать вам будут очень интересные вебинары сейчас я их размещу одну минутку сейчас я их размещу в чате первый вебинар во вторник завтра состоится это вебинар софи багдасаровой который называется википедии ложь как определить что в википедии ошибочная информация очень интересный должен быть вебинар второй наш вебинар из цикла про википедию а вообще софи багдасарова будет у нас вести трек вебинаров связанный с искусством а ну и второй тоже очень интересный вебинар будет вести максим скрябин сотрудник компании степик анатомия визуализации как выбрать лучший метод для вашей задачи обращаю ваше внимание у нас в нашем расписании вебинаров достаточно большое количество вебинаров посвящено вопросам визуализации но почти все они посвящены инструментарию то есть при помощи как на каких инструментальных средств выбрать средства визуализации этот же вебинар он будет такой более теоретические основательные и он будет рассказывать о том какие задачи при помощи какого вида визуализации лучше лучше превращаются в визуальные данные такой очень интересный подход который говорит что вот если у вас такие данные то лучше использовать например диаграмму в виде столбцов если такие то там трехмерную диаграмму если такие то секторную диаграмму и так и так далее тоже очень интересный будет доклад так что вот эти два следующих вебинара я вам очень советую регистрируйтесь пожалуйста на них ну и наконец собственно все и я хотел бы предоставить слово константину николаевичу костюку для того чтобы он провел сегодняшний вебинар я не уважаемые коллеги надеюсь меня надеюсь меня хорошо слышно рад вас приветствовать благодарю что так много у нас сегодня слушателей но я думаю что и тема сегодня глобальная и очень интересная и прежде всего не столько даже касательно того что мы делаем потому что во многом этот вебинар будет о нас наших проектах но общий фокус совершенно другой мы будем говорить об образовательных рынках и каждый на своем месте должен понимать что это за рынки какие у него соседи насколько они работают сегодня вот в информационно-знание ключе вот ну и вообще в каком контексте все это работает будем говорить об обществе знания в информационном обществе в общем надеюсь что вам будет интересно ну а вообще а мы действительно интересно будет вот рекомендую со свою книжку книга в новой медийной среде где я постарался обобщить вот эти воззрения на информационное общество на значение книги библиотеки в нем и как-то более систематизированный это изложить вот а сегодня я хотел бы ну буквально немножко затронуть тот контекст в котором мы живем и работаем в котором меняется смысл нашей деятельности по сравнению с обществом традиционным понятие общество знания довольно молодое ну буквально там 20-30 лет может быть оно начало так вот как активно продвигаться в жизнь и есть теоретики его такие как дракер хатчинс хуссен малхуп то есть такого бренда ключевого как карл маркс капиталом в этой среде нет ну и общество знаний это еще не не то понятие как скажем информационное общество или послодействиальное которые бы действительно бы на такой категории наших мозгах осела и заставил бы нас по-новому осмыслять мир но тем не менее очень интересные здесь есть теоретические построения вот и скажем так это понятие не стало для социологов каким-то маркирующим маркирующим этапом да как вот постиндустриальное информационное общество это скорее некий такой рекламный маркер для продвижения вот тех инноваций особенности которые мы видим вокруг нас а вообще скажем так общество здания это особое качество постиндустриального и индустриального общества особо его этап зрелости и вот частности то что это стал этап зрелости я вот здесь хотел бы действительно порекомендовать доклад юнеско широко известный к обществам знаний он вышел в 2005 году и там по сути делу ну как и во всех таких глобальных докладах был подведен некий итог уже не на уровне какого-то яркого автора на уровне коллектива известных ученых и в различных сегментах роста прежде всего как понятия социального экономического роста обществ были сформулированы вот особенности общество здания и что надо делать чтобы двигаться именно в этом направлении вот и в частности вот такое понимание там было представлено общество зданий как общество приобретение знаний в котором для каждого из всех становится жизненной константой императивом вот а вообще мы помним что знание вот в этом ключевом своем своей ключевой функции осмыслиться уже очень давно начиная с бэкона с начала нового времени знание сила ну и заканчивая вот наши нашими философами постмодернистами знание это власть и так далее тем не менее о знании говорим уже много столетий да но до сих пор общество знаний нам построить не удавалось так у меня почему-то задвигалась так и вот чтобы разобраться в ключевых понятиях я считаю здесь надо выстроить четкое взаимоотношение между двумя ключевыми понятиями и не путать их информация и знания сегодня много ведется речи об информации но надо понимать что информация не приумножает знаний как говорил великий гераклит сколько бы не было информации вот и самой информации знания не не рождаются информации скажем так потоки данных это по моему представлению это новые языки в частности на которых транслируются знания но это вот прежде всего данные способы описания некий материал сырье из которого возникает возможности понимания и в том числе знаний понятно что информация потому и стал общество информационным оно действительно изменило некоторые наши существенные параметры жизни и поскольку она не просто некий предметный феномен это так сказать вещи которые действительно проходят через наши мозги и по сути дела без наших мозгов они информация не является это особое пересечение скажем так объективных данных всяких там потоков электронов да и нашего сознания которые пересекаясь вместе дает некие эффекты касающиеся нашей жизни нашего общества и так далее ну и в частности благодаря вот этим информационным потоком вообще меняются темпы нашей жизни меняется формы нашего восприятия нас окружают экраны нас окружают знания и соответственно возникают информационные рынки то есть информация становится очень важным инструментом аллокации и распределения ресурсов кто имеет информацию имеет все кто не имеет информацию не имеет ничего вот это вот новые такие понятия в нашей жизни которые принесло информационное общество и в целом вот сегодня в информационном обществе получается так что информация становится товаром наиболее ценным товаром настоящим капиталом а продукт этого информационного общества производство данных который позволяет нам ориентироваться жить адаптироваться к этому обществу в общем совсем по-другому чем это было тогда когда данных не было и мы отталкивались от других реалий вот в общем не буду углубляться информационное общество об этом много говорится каждый его по-своему воспринимается философская социально-философская категория тут можно придумать что угодно вот но она новая а вот общество знаний это понятие с одной стороны достаточно старое потому что понятие знания восходит как известно в древнегреческой цивилизации к Пифагору Платону и оттуда все философы начиная с той поры думают над тем что же такое знание и тем не менее никто не решался сказать что вот наше общество становится обществом знаний скорее говорили наоборот начиная с стократа что мы ничего не знаем и что в нашем окружении знаний очень-очень мало вот сейчас у нас наоборот какое-то некое бахвальство нам почему-то кажется что мы вот уже себя знаниями окружили их стало так много что можно почивать на лаврах вот я постараюсь показать что это совсем не так и вот наша с вами профессиональная задача как раз строить общество знаний и работы еще во сколько вот тем не менее надо понимать что знание это совершенно другая категория чем информация из одного не вытекает другое знание это уже некое наше соотношение с информацией это объективные состояния это вот процессы данные то что вокруг инфраструктура то она может без нас протекать в конце концов то знание это все таки то как мы это все препарируем понятие знаний характеризует нас наше состояние наше отношение к миру и в общем это никакой никакой связи по большому счету с информацией не имеет тем не менее вот информация сегодня дает те языки и те содержания которые мы способны препарировать знаний это гораздо удобнее чем вот языки которые были прежде языки которые не помогали нам получать знания все приходилось делать самим вот информация это как раз та вещь то сырье которое очень сильно помогает легче получить это уже полуфабрикат скажем так знания вот тем не менее вот именно благодаря тому что мы легко вот это сырье материал информационный превращение превращаем знания знания и становится ключевым капиталом информационном обществе если бы мы не умели этого если бы не было знания то и смысла и ценности информационного общества было бы никакое и вот наша установка фокус на знания они и немножко меняют и ценности и движения нашего общества почему она называется теперь общественным знанием потому что стратегия овладения знаниями в информационном обществе становится основной стратегией жизни и существования это и в индивидуальном плане как бы задача овладения знаниями это как бы бизнес план построения своего благополучия и судьбы каждому индивидууму без знаний мы сегодня ничто какие бы у нас не были иные богатства и точно так же и в общественном измерении борьба за знания за какие-то успехи здесь становится важнейшей политической общественной задачей и борьба за доступ к когнитивным ресурсом как я это формулирую становится основной такой политической социально-экономической стратегии развития общества кто больше этих когнитивных ресурсов информационных и знания ресурсов получает тот и впереди вот и мы в этой гонке на равных другими государствами хотя далеко не впереди вот соответственно вот мы с вами здесь профессионально для того чтобы встреча информации информационных потоков и знания его качества нашего сознания чтобы вот эта встреча состоялась вот и понятно что оно происходит не само собой не повсеместно а в особых точках встречи я их называю образовательные и экспертные узлы вот только в этих особенных местах куда приходит информация там ну своего рода фабрики переработки информации которые способны перевести это в знания экспертные умения в способности а в дальнейшем уже в рост общества и так далее и вот соответственно учащиеся эксперты это главные фигуранты клиенты экономики знаний которые вот эту работу производят ну и мы с вами библиотечные сообщества как одни из ключевых работников в этих узлах знаний вот извините что так долго пространно рассказывал может это и не очень много содержит себя все эти умозрения вот но мне всегда кажется что нам важнее понимать ради чего мы все делаем чем даже иной раз просто что-то делать так вот у меня почему-то все возвращается к началу вот из этого того что я сказал я бы построил такую когнитивную топологию постиндустриального общества то есть топология мест где вообще востребовано интересно знаний потому что с одной стороны вот нас кормят этим понятием да что мы уже живем давно информационного общества общественных знаний вот а на самом деле если задуматься то здесь очень много когнитивных разрывов и возникает когнитивное неравенство уже вследствие самой структуры вот это понятие когнитивного разрыва информационного неравенства оно где-то 90-х начало двухтысячных годах так очень ярко вспыхнуло обсуждать это стали вот новый вид неоколонализма неравенства а потом как-то все сошло на нет вроде денег на компьютер у всех хватило даже для бедных недорогие то вещи компьютеры вот но на самом деле все лежит гораздо глубже не на уровне инфраструктуры кабелей компьютеров а на уровне нас людей насколько нам нужны знания насколько мы там ждем и идем к ним потому что вот ученые доказали что объемы информации благодаря компьютерной цифровой революции возросли где-то на 15 порядков то есть это в триллионы раз в триллионы раз а не на сколько-то данных да вот при этом уровень наших с вами знаний ну может быть возрастет вот следствие этой цифровой революции возрастает на очень очень маленький такой элемент вот это надо понимать информация нам никакого еще счастья не ведет его и в частности разрывы возрастают и когнитивные разрывы следствие этого неравенства и возможностей и наших умений и желаний и социальной готовности бороться за знания вот за эти когнитивные рынки в общем все это может только даже отбрасывать назад а не то что вести вперед и вот задумаемся в рамках этой идеи когнитивной топологии кому нужны знания а кому нужны и насколько сегодня эти разрывы уже чувствуется ну давайте возьмем в глобальной перспективе существует такое понятие разрыва севера и юга и вот уже тоже это общие цифры которые всем знакомы 10 процентов населения земли имеет доступ до 80 процентов информации не потому что мы не можем Африку снабдить компьютерами и провести кабелями а потому что им не нужна сегодня вот эта информация она для них ничего не принесет ни знаний ни дел на основе этих знаний а нужна она вот этим 10 процентам и эти 10 процентов тоже нам известны которые все богатеют и формируют вот эти знаниевые капиталы у себя Северная Америка Западная Европа и Юго-Восточная Азия вот из этих трех только Юго-Восточная Азия действительно борец который действительно на себя перетягивает одеяло и вчера они еще были такие же как вот весь юг бедные и темные да а сегодня это уже свет это те которые становятся лидерами во многих отношениях вот где между этими тремя центрами ставить Россию думайте сами в принципе она рядом со всеми ими вот но как мне кажется ни к одному из этих вот трех не принадлежит возьмем другую цифру разрыва 20 процентов менеджеров и экспертов имеют доступ к 90 процентам информации вот существует такое понятие меритократия власть немногих да это вот новый тип власти основанный на знании на экспертных умениях то есть это власть менеджеров которые действительно вот тот основной массив информации принимают на себя умеют с ними работать а остальным остается то что и было раньше там водить такси какие-то тележки там возить строить кирпичами дом и так далее вот окажется что только немногие небольшая прослойка в нашем профессиональной структуре общества способно желает и действительно ей нужна вот эта информ информационные потоки вот остальные вольно или невольно оказывается обделены и причем вот эти 20 процентов менеджеров они все больше автоматизируют все все больше добавочного труда переводят на себя остальным остается все меньше работы и они там всегда вынуждены переквалифицироваться и искать место под солнцем вот справедливое это или несправедливо но современное общество оно имеет такую динамику и надо к ней приспосабливаться вот и наконец еще один очень важный разрыв касающийся мегаполисов и периферии да я тут сослался бы как и во всех этих размышлениях на михаэля кастерса американского испанского ученого который как раз об информационном обществе написал на сегодняшний день ну наиболее интересное наиболее много вот и вот в частности он очень много внимания уделяет вот этому разрыву между мегаполисов которые опять таки ну я даже тут скажу больше 90 процентов вот этого информационного потока принимают на себя и периферии которые лишаются соответственно и все дальше отстоит от этих финансово информационных центров которые формируются мегаполисы вот ну и еще один параметр следует вот в этой топологии знания связать с отраслями и промышленностями потому что конечно основные информационные потоки движутся именно по этим каналам экономически отраслевым промышленным и там информация и знания действительно выливаются в технологии производства вот в создании нашей инфраструктуры жизнеобеспечения вот и здесь тоже возникает неравенство так называемые транснациональные корпорации это тоже некие узлы которые как магнит притягивает максимум информации этого нового капитала соответственно благодаря этому они становятся центром концентрации прибыли снова там закупают информацию в общем вот в отраслевом измерении ТНК крупные компании являются те центрами принятия решения финансовыми центрами которые в которых тоже основная масса информации сосредотачивается и оседает вот вот таким образом пройдясь по это по этому спектру видите от регионов к странам к мегаполисам к отраслям мы уже видим насколько дифференцированные места да и там где нас ждут те места узлов знаний их в общем-то очень немного и мы как производители знаний должны прежде всего приходить туда где нас ждут узлы знаний и компетенций а вот визуально образ того как дифференциация происходит нам сегодня изображают оптимистично сетевое общество информационное вот примерно как здесь земной шар который теперь уже окутан проводами и любая информация легко достигает любой деревни да с одной стороны это правда да с другой стороны надо не забывать об истинной топологии о центрах информационных ресурсов и вот на этой черной карте это эта карта интернет трафика да кто реально потребляет все эти информационные ресурсы даже вот чисто с географической точки зрения и вы видите что основная часть земли где живут люди она черная и только небольшая часть живых в информационном плане сообщества вот она излучает свет но если мы пойдем еще глубже и вот эти светлые части дифференцировать то мы увидим что этот когнитивный раскол он еще глубже семнадцать мега цен мегаполисов земли таких как москва лондон нью-йорк они концентрируют себе практически столько же информационных ресурсов сколько вот это вот вся остальная темная земля ну и наконец если мы придем сами мегаполисы то мы увидим что и здесь не на каждой улице и не в каждом доме а буквально в каких-то точечках по-настоящему гнездится информация и вот схема картинка из книги Кастельса это распределение доменов интернет в городе Нью-Йорке оказывается что практически все домены то есть тоже информационные центры оказывается вот бизнес центре на Манхеттене вот то есть даже мегаполисы они в этом плане очень неравномерны вот идем дальше из этого ну это уже я для себя выработал некую отраслевую топологию информационных ресурсов да где в каких сегментах востребованы информационные ресурсы и где нас ждут вот это я разделил на три ключевых сегмента информационных потоков образования экономика досуг вот и разумеется основной приемщик потребителя информационных знаний ресурсов это образование по всему ему спектру высшее образование профессиональное образование средние школы и наука это понятно в экономике для экономики все-таки знания не является вот таким первичным сырьем и занятием как в образовании это уже так сказать покасательный вот но тем не менее здесь тоже формируется узлы знаний и прежде всего где происходит повышение квалификации овладение компетенциям и так далее вот в корпоративном образовании да у как раз больших прежде всего больших компаний корпораций это вот сегмент образовательное повышение квалификации где вот меняются квалификационные стратегии вот и в дополнительном образовании где по сути дела то же самое происходит люди адаптируются догоняют получают те знания которые нужны чтобы работать и еще один большой большой сегмент сегмент досуга это то время которое остается помимо работы да которое мы используем все-таки для повышения квалификации своего уровня вот для наращивания капитала знания о котором я сказал вот и он так называемой революции досуга когда действительно очень много стало свободного времени нашего населения современного он заметно растет это сферы самообразования где люди сами приходят за знанием сами получают его без всяких там преподавателей организаций это библиотеки куда тоже приходят те же люди и находят там знания для себя вот это вот ну назовем там розничными курсами ну прежде всего интернет курсами ютубом там и различными возможностями где сегодня действительно новые площадки где каждый может прийти и получить тет-а-тет с неким гуру новые комплексы знаний вот ну и чисто интертейнмент то есть развлечений виды развлечений которые помогают нам тоже кое-чего приобретать не ради чисто развлечения а совмещая полезные с приятными вот мне кажется это те места где сегодня знания востребованы производятся куда мы должны донести и еще одна схема уже касательно того чем мы с вами занимаемся конкретизации опять-таки места в которых нас ждут кому нужны именно электронные библиотеки вот и электронными библиотеками в данном более широком контексте я называю профессиональные контентные системы то есть те ресурсы которые несут в себе информацию и уже преображают ее знания то есть обращены к таким профессиональным сообществом и доставляют контент для этих сообществ вот как правило сегодня уже электронные библиотеки поскольку они очень быстро доставляют именно актуальную информацию новый материал вот и вот если мы возьмем о такой цепочке цикл обработки знания научения то конечно на первых двух местах будет два главных элемента учитель который учит да он и раньше был в основе всего этого процесса и дальше все таки останется без него невозможно любых вот из этих узлов знаний нужен учитель и книга в широком понятии как учебник как электронная книга в любом виде как вот оформленный текст это тоже такой обязательный помощник учителя который тоже в любом сегменте получения образования в том или ином виде будет всегда востребован вот а вот библиотека она уже далеко не всегда востребована да и мы знаем что ну вот из тех которые были в топологии нашим когнитивной топологии знаний многие ее потребители они могут обойтись библиотеки без библиотеки ну скажем напрямую получая информацию от учителя или напрямую получая информацию из книги с самоучением в общем это рабочий формат и даже я бы сказал доминирующий формат тем не менее вот там где учителей становится много или книг становится много где вообще этих информационных знаний ресурсов становится очень много и возникает потребности места в библиотеке по сути дела вот именно в центрах образовательных услуг перед которыми стоит задача комплексного массового образования такого знания потока вот там и возникает место библиотеки там где ну вот в наших условиях нашего информационного общества там вот где возникает динамичная смена образовательных стратегий услуг где постоянно надо актуальную информацию следить чтобы она приходила где надо всегда для разных категорий пользователей ее адаптировать менять вот где действительно какой-то менеджмент знаний возникает вот там и возникает место библиотеки вот и в этом плане ну во-первых скажем вот отсюда понятно что потихоньку библиотеки меняют свое название на информационно библиотечные центры да что это уже далеко не просто библиотеки а может быть и не библиотеки совсем вот та функция которая была всегда таких информационных центров она как раз остается и если раньше когда была монополия книги функция библиотеки была очень понятна просто складывать эти книги да и распределять их раздавать то сейчас когда монополия книги подорвана а возникает некая полиархия информационных каналов вот здесь и нужен специалист гуру который помогает разбираться в этой полиархии который может перенаправлять эти информационные каналы вообще как-то руководить ими понимать в них что-то вот и вот собственно если библиотеки традиционные смогут эту этой функции овладеть вот этим информационным плюрализмом взять его под контроль и руководить этим информационным плюрализмом мне кажется будущее библиотеки безоблачное вот тем не менее вот исходя из того о чем мы сегодня говорим есть места которые нуждаются в электронной библиотечной инфраструктуре это вот эти центры знания а вот есть и остается много мест которые наоборот и не нуждаются и не будут скорее всего нуждаться и если говорить там о конкретных формах вот то что развивается сегодня курсы онлайн курсы какой-то практика ориентированное образование которое сразу смыкает обучение с процессом работы труда форма индивидуального обучения вот здесь остается все мне кажется партикулярным без необходимости приходить в такие центры то есть там электронная библиотечная инфраструктура не нужна и туда приходить нам не обязательно сейчас мы будем по рынку здания проходить скажем в какой-то профессиональной области в досуговой области которые я обрисовал во многих прекрасно обходится без библиотек и ничего здесь не поделаешь в общем подводя итог да электронные библиотеки как вот самая удобная форма актуального актуальной доставки знаний как профессиональные контентные системы они необходимы сугубо информационным центром отвечающим за воспроизводство общества знаний вот так я связал вот эту социальную теорию общества знаний с тем делом которым занимаемся мы вот ну а дальше тогда можно идти по нашим сегментам уже отдельным вот и обращу внимание ваше на гост по электронной библиотечной системы который уже утвержден и с первого сентября восемнадцатого года будет уже введен в действие у него не обязательный характер рекомендательный но тем не менее для нас самих это все очень полезно он стандартизует и дает нам ориентиры вот и в частности вот этот госп ЭБС он внедряет понятие электронной библиотечной системы то есть профессиональной контентной системы ко всем областям образования и к высшему образованию это мы и так с вами знаем и среднее профессиональное образование к ним тоже относится и общее школьное среднее образование и дополнительное образование в общем электронная библиотечная система вот тот подход который она в себе несет она охватывает все ступени образования кроме дошкольного вот это очень важно несмотря на то что вам тоже наверное известно что во ВГОСах высшего образования наоборот уходит от понятия электронной библиотечной системы ее там в следующем поколении ВГОСов не будет вот тем не менее суть от этого не меняется электронной библиотечной системы как электронной библиотеки образовательного контента они все более стандартизируются становятся более зрелыми и вот по своей сути принц призванный охватывать все образовательные рынки вот а здесь тоже наша как бы адаптация как мы на это реагируем вот поэтому мы и читаем вот этот вебинар потому что мы стараемся охватить все рынки знаний и работать на них поэтому наши проекты они своего рода отражают вот то как мы видим структуру рынков знаний для каждого из этих рыночков для каждой аудитории информационных рынков мы создаем свою платформу свой продукт вот сегодня это около десяти платформ семнадцати продуктов вот ну а теперь собственно уже конкретики рынки и кейсы как нам стоит следует с нашей точки зрения оценивать вот динамику эволюцию различных образовательных сред вот я здесь привел цитату Якова Леонидовича Шрайберка из недавней презентации о том что не существует универсального рынка информационных ресурсов как не существует универсального книжного рынка да книга информационные ресурсы они отдельно создаются для очень определенных задач целей у них свои игроки на этом рынке скажем свои издатели которые знать друг о друга не знают вот и часто библиотеки вот мы жалуемся что у нас они тоже бывают разорваны публичные библиотеки живут совершенно другой жизнью чем вузовские а вузовские абсолютно другой жизнью чем школьные библиотеки их не интересует практически что происходит друг у друга да ну кроме такого любопытства профессионального вот это естественно потому что так распределены рынки каждый занимается своим делом и у него формируется своя эко среда вот постараемся ну и у меня сегодня выступление практически обзорное лишь бы обозначить вот эти вот рыночки где совершенно другие правила у каждого из них совершенно другие задачи существуют своя аудитория и разумеется начать стоит самого зрелого качественного рынка рынка вузовского образования вот на сегодня по Росстату у нас 896 образовательных организаций учатся в них 4,7 миллионов обучающихся и преподавательский состав вузов государственных это 265 тысяч негосударственных 42 тысяч 300 тысяч профессионалов вот для этого рынка первыми возникли электронно-библиотечные системы и за те пять лет которые они существуют развиваются они прекрасно его обработали оккультурили и показали что действительно вот такого рода ресурсы нужны для вузовского образования мне кажется это был очень удачный проект здесь возникла и высокая конкуренция и действительно такая рабочая атмосфера практически каждый вуз имеет такие электронно-библиотечные системы и издатели нашли в них канал к своему потребителю вот и финансово рынок полностью завершился уже тут ничего такого нового не происходит прибавь ЭБС в ГОСМ или убавь уже вот это не влияет серьезно на реальную жизнь нашего образовательного рынка вузовской среде вот но кстати это не само собой я считаю что это заслуга вот те кто над этим работал вузовские библиотеки агрегаторы издатели да если мы возьмем например рядом рыночек профессиональный о нем еще скажем чисто научного контента да вот этот рынок еще совершенно не сформировался да рынок учебников учебного образовательного контента сформировался он прекрасный а рынки научного контента монографии вот он пока никто не скажет вообще что из него станет нет ни специальных стандартов ресурсов научных спроса на него и людей которые читают электронные книги к сожалению ну вот ЭБС нашего производства электронную библиотечную систему университетской библиотеки онлайн которая развивается в одной стратегии супермаркета так скажем вот и другой наш продукт электронно-библиотечная система книга фонд с которой все начиналось который живет движется в другом направлении как такой дискаунтер удобный единый ресурс без лишних наворотов и сложностей вот а вот наши здесь цифры которые мы всем показываем более пятьсот пятьдесят вузов подписчиков более двадцати пяти процентов рынка ЭБС в деньгах агрегируется более четырех издательств и практически больше половины издательств учебной двадцатки ассортиментной матрицы которая определяет весь этот рынок диктует остальные это ЭБС издательства которые у нас недоступны вот это более трехсот тысяч книга обращений в год то есть реальная такая работа использования более шестьсот пятьдесят тысяч студентов постоянно работающих более сорока пяти тысяч преподавателей которые у нас зарегистрированы вот ну а в целом если взять нашу подписку это должно быть охват около полутора миллионов вот из четырех с половиной миллионов которые у нас в стране вот но вот к сожалению только половина из них пользуются реально и постоянно в общем с тем рынком более-менее нам всем понятно мы в нем живем а вот система профессионального образования с точки зрения электронных библиотек и профессиональных контентных системах это рынок только развивающий только возникающий он тоже очень даже немаленький в него входит почти три тысячи учебных заведений служа и спо и обучается в них два и один миллион человек у нашей государственной статистики то есть он количественно ну лишь немногим в два раза меньше чем студенческий рынок вузов а вот в плане информационных ресурсов это уже совершенно другая картина этот сегмент обслуживает значительно меньше объем информационных ресурсов издательств агрегаторов он уже очень сильно информационно беднее чем рынок вузов и тем не менее он занимает второе место после высшего образования на нем работает все ЭБС многие из СУЗов тоже подписываются к тем или иным информационным ресурсам конечно здесь меньше конкуренция более все монополизировано но издательство академии я думаю всем вам известно да вот оно ему удалось этот сложный небольшой рынок на нем доминирует но остальные делают для него небольшой вклад вот интересно что по их в госм СПО учреждения СПО тоже должны иметь доступ к ЭБС но тут никакой конкретизации каких-то норм не существует поэтому кто-то подключается кто-то не подключается вообще для этого рынка характерно то что в основном продолжается работа с книгом с книгой учебной учебником как бумажной книгой вот и лишь потихоньку возникает такое точечное несистемное получение доступ к различным ЭБС в общем такое робкое развитие вот тем не менее все ЭБС с ним работают и в частности мы тоже для СПО для СУЗов предоставляем специальную коллекцию университетской библиотеки онлайн вот и если в вашем составе вузовских комплексов есть учреждения СПО то пожалуйста подключайтесь это недорогой формат вот наиболее интересным образовательным рынком является среднее общее образование это действительно феномен национального формата когда мы говорим об обществе знаниях то конечно должны в первую очередь обеспечивать чтобы школа у нас соответствовала стандартам общества знаний вот количественно так и происходит у нас около 43 тысяч учебных заведений обучается 14 с половиной миллионов детей и подростков то есть 10 процентов но это еще не самая удивительная цифра оказывается в этой системе работает миллион преподавателей миллион человек или 2 процента трудоспособного населения России вот это мне кажется такие внушительные показатели количественные по которым что касается информационного рынка здесь есть такая цифра 27 миллиардов ежегодно уходит на обслуживание этого рынка и это по сути дела 30 процентов всего книга торгового рынка 30 процентов всех издаваемых книг обслуживают среднюю школу но удивительно что опять таки совершенно другая ситуация чем на других знаниях рынках есть основа информационного обеспечения как была и есть бумажный учебник вот известно что школа у нас обеспечивается бюджетами всех уровней но в основном это уровень муниципальный налоги идут с муниципального уровня а вот в плане информационного обеспечения здесь существует жесткий контроль со стороны государства который кристаллизуется в так называемом федеральном перечне учебников который на сегодня очень сильно сократился и в нем доминирует по сути дела четыре издательства из этих четырех по сути дела одно мы его все знаем вот тем не менее понятно что в информационном обществе обществе знаний вот обойтись продукции одного издательства ну даже пусть четырех обойтись только одной лишь книгой бумажным учебником которые вот за одиннадцать лет обучения ну сколько проходит через руки ученика наверное это все равно меньше сотни учебников по-любому вот это конечно очень бедно и мало учитывая что нам надо детей растить информационно продвинутых зрелых которые способны это информационное общество развивать и догонять Китай и всю Юго-Восточную Азию вот поэтому понятно что электронные библиотеки профессиональные контентные системы это наша надежда и наше будущее информационные ресурсы обязательно должны быть в школе иначе ну мы просто должны никогда не ставить слово России рядом с понятием информационного общества просто забыть об этом вот сегодня к сожалению информационных ресурсов в школе очень мало практически нет профессиональных ресурсов ну и более того вот помимо тех учебников о которых мы сказали да их много библиотеки очень бедные школи и вот интересно может быть не все знают я во всяком случае до сих пор не знал что у них основной фонд понятие основного фонда это не то что в вузовских библиотеках существует в школах существует учебный фонд это есть учебники и основной фонд это все остальное что кроме учебников вот это вот вся литература научная популярная методическая учебная и так далее вот и вот этот основной фонд он сегодня катастрофически недофинансирован практически куда не идет совсем денег соответственно книжный поток в школьной библиотеке практически не идет все деньги идут на учебники вот хорошо или это или плохо мне кажется это как раз тот один из тех когнитивных разрывов который нам может очень жестоко отозваться в ближайшем будущем вот и соответственно вот на этом рынке вот с этой вот такой спецификой таким флюсом раздутым очень мало электронных ресурсов очень мало работающих коммерческих проектов конкуренция очень сложная ввиду доминирования и такой государственного сильного регулирования вот хотя издательства вокруг этого рынка довольно немало но через и они проходят через разные каналы вот в общем мне кажется одно из этот рынок один из перспективных для ближайшего своего роста но рост его сегодня еще не начался к сожалению вот для этого рынка это уже вот кейсы мы представляем создали свой продукт библиошкола этот книжный продукт охватывающий вот ту категорию основного фонда то есть прежде всего не столько учебников сколько дополнительной литературы художественной вне классного чтения научно-популярная работа для проектов методическая литература для преподавателей педагогическая литература для родителей в общем мы собрали здесь более около 20 тысяч книг аудиокниг мультимедийных ресурсов и снабдили ее функционалом интересным что что соответствует возрастным и когнитивным способностям ребенка и задачам учителей вот надеемся что это тот продукт который сегодня рынку знаний очень нужен от него еще раз напомню в котором 10 процентов нашего населения проходит через него он для нашего общества чрезвычайно важно еще один сложный рынок который в экономике концентрируется корпоративный рынок вот интересно что здесь тоже ну вы все знаете существуют различные организации учебные повышение квалификации подготовку квалификации рабочий таких организаций около 800 обучаются в них 700 тысяч человек тоже внушительное число поскольку у нас все так или иначе работают то бизнес обучение это тоже весьма внушительный обширный рынок но очень неопределенный очень не структурированный вот есть организованный формат где существуют корпоративные стандарты технологии сейчас профессиональный стандарт возникает описывает те компетенции знания которые нужны в этом сегменте вот система дпо она во многом привязана вот к этому сегменту вот но тут все очень разное очень свободное поэтому и информация здесь протекает по другому по другим каналам для подготовки профессии но это моя точка зрения здесь информация уже точечно конкретизируется до уровня эксперта и профессионала как вот личность вот поэтому задачи экспертного сообщества обслуживает до сих пор в основной массе периодика научная и отраслевая и индивидуальная книга вот именно их вот эти форматы потребляют вот эти наши менеджеры которые здесь основной информационный поток как я говорил притягивает на себя вот ну и несколько экспертных информационных систем такие как гарант главбух консультант плюс и так далее да это особые тоже среды информационные да они отличаются от профессиональных контентных систем на мой взгляд то что там книга далеко не ключевой формат и вообще текстовый формат получает другие формы другой фактор для потребления вот здесь на этом рынке огромное развитие получили электронные курсы то есть внутренние системы обучения вот информационные технологии здесь активно используется но при этом тоже очень специфически ну скажем вот в больших корпорациях практически не используется интернет да соответственно облачные технологии вот наших наших систем да там использовать не могут ну на мой взгляд это сильно ограничивает их возможности вот и сегодня этот рынок он имеет характер внутрикорпоративный в основном и сильно индивидуализируем спрос на электронно-библиотечные системы очень фрагментарный такой неустойчивый но тем не менее там-сям он возникает соответственно вот те продукты которые для этого рынка существуют они стараются к нему приспособиться приспособиться и вот мы здесь создали для этого рынка так называемый бизнес-библиотеку библиотеку деловой литературы где сфокусировались на отраслевой литературе это на сегодня крупнейший специализированный проект коллекции электронных книг для бизнеса и промышленности и как видите она фрагментируется там на различных отраслях промышленности вот там отраслевая литература учебная литература научная литература экспертная литература вот ну и стоит еще сказать несколько слов характеризующие этот рынок в плане электронных ресурсов он очень молод очень узок здесь работает всего несколько таких известных издателей провайдеров ну на первом месте я альпину как книжный ресурс назвал бы и гребеникон как журнальный ресурс вот работает здесь миф сильный игрок но он скорее вот не ушел от уровня по книжного формата не перешел на уровень библиотечный вот есть тут присутствует но как и мы своими специальными продуктами витрес в виде там мира книг но вот любопытно существовал скажем специализированный продукт платформа майбрери для этого рынка они не выдержали спрос слишком маленький и они ушли через несколько через пару лет своих усилий вот я бы сказал что информационно он беден и тоже как-то собирает информацию не из профессиональных каналов которым вот являются агрегаторы а вот по каким-то ручейкам совершенно случайно во многом исходящих от самих от самих же фирм подрядчиков там или те кто предлагает свои рыночные ресурсы вот ну то есть это все еще профессионально не оформилось не сформировалось вот наша же библиотека это 15 тысяч подобранных книг по различным отраслевым профилям универсальной тематики скажем вот управлению бизнесом менеджменту финансированию так далее вот ну и с некоторыми сервисами которые ориентированы на практическую информацию и в частности с сервисами которые пытаются объединить профессиональные сообщества скажем вузовское сообщество и сообщество профессиональное сообщество работодателей сообщество студентов да вот одна из наших задач мы здесь студенты находили своих будущих работодателей мы планируем здесь всякие тематические компетентностные конкурсы организовывать в которых работодатели могли бы проверять своих будущих студентов сотрудников и находить из них самых талантливых интересных вот еще интересно на этом рынке возникают такие самостоятельные библиотеки корпоративные да в частности мы делали для компании остров лидера холодильного оборудования их собственную библиотечку с различным контентом видите книги диссертации студенческие работы инструкции методические здания отраслевая пресса чего только нет один из путей так ну буду стараться уже в таком быстром темпе завершать тем более что у нас это уже таки более известные для всех нас сферы публичные библиотеки да которые как я вот говорил охватывают сферу досуга ну в общем у нас 130 тысяч библиотек разного рода они практически как кровеносная система охватывают все но опять таки как вот я рисовал чтобы не было иллюзий что такое повсеместное присутствие настоящих библиотек вот как мы монитория рынок видим которые от которых исходит спрос которые действительно актуальную литературу приобретают и крупных библиотек их они отчитываются практически сотнями даже не тысячами вот и спрос именно как потребители от библиотек низкий а последние годы там катастрофически низок вот и вот в частности об этом свидетельствуют цифры которые меня удивили недавно вот это сливы вот я прочитал что государство финансирует государственным библиотекам на 37 миллиардов рублей в принципе не маленькие кэш цифры но при этом на комплектование у них идет только 3,2 процента 3,2 процента вот но это уже там что-то около миллиарда да более менее ощутимые цифры но вот в плане всего финансирования согласитесь 3 процента идет на литературу на обновление фондов но это сигнал очень нехороший вот для этого сегмента мы создали свой интересный абсолютно самостоятельный продукт он называется библиотека нонфикшн или по-другому нонфикшн для библиотек там собралось сегодня 55 тысяч книг и он организован совершенно по-другому чем электронно-библиотечная система это действительно библиотека популярной литературы и там формируется все профили нехудожественной литературы прикладная деловая справочная наушно-популярная досуговая литература для саморазвития классика и так далее хорошо общественные темы представлены историческая тематика гуманитарная ну и здесь контент формируется тоже по своему по своим собственным контентным стратегиям здесь много издательств которые не присутствуют в ВБС то есть контент пересекается но лишь очень немного очень много самостоятельно такой эксклюзивной литературы и форматы подписки здесь другие чем вот скажем ВБС это основу составляет комплектование посредством пользователя то есть по сути дела это полный каталог но по книжная покупка по книжный доступ библиотека платит некий аванс и потихоньку его вырабатывает вот здесь тоже есть уже своя конкуренция спрос пока такой невыразительный не сильный основной игрок которого здесь хорошо зашел и закрепился это литрес библиотека вот наш проект он по сути дела такой параллельный литрес это агрегатор художественной литературы то мы фокусируемся на нонфикшн и собираем контент нонфикшн для библиотек но при этом даем в тех же режимах пользования как и литрес благодаря этому библиотеке очень легко понимать как работаем мы практически точно так же как литрес как некая такая параллельная зеркальная структура вот ну замысел понятен здесь чтобы фикшн и нонфикшн сливались вот в двух ресурсах и были интересны потребителю публичных библиотек вот так они выглядят ну кстати например для специфики да что это совершенно разные ресурсы тут и контент ранжируется по-разному и в публичках основной формат чтения через мобильные устройства в то время как ЭБС лишь небольшой процент пользуется мобильными устройствами вот ну соответственно мы тоже наши мобильные решения здесь ключевые и кстати формат ключевой EPUB а не pdf тоже очень сильно отличается от природы ЭБС вот ну буквально в назывном порядке мы покажем еще некие знания рынки вот например рынок художественной культуры и изобразительного искусства вот сразу показывает кейс наш арт-портал мировая художественная культура который с одной стороны создан в учебных целях для школы прежде всего а с другой стороны как базы данных для широкого контента это более семидесяти тысяч репродукций по различным видам изобразительного искусства вот этот ресурс у нас активно развивается и нацелен он вот на ту аудиторию тех кто интересуется искусством здесь у нас постоянные проекты тематические мультимедийные проекты в ортотеке знакомство с какими-то художественными направлениями выставками художниками в общем для любителей искусства в широком смысле вот по нашему замыслу вот такие такие категории как любители искусства они должны формировать свои такие цифровые рыночки рыночки ресурсов как раньше формировала книга да существовали издательства по искусству они тоже жили совершенно своей жизнью вот интернет многие из них разрушил их осталось вообще перечесть на пальцах а новых профессионалов не возникло и интернет в нем хоть и можно многое найти но как правило все что вы найдете это непрофессионально как-то между делом в научных целях полагаться нельзя в образовательных целях полагаться очень рискованно это все вот интернет все-таки обслуживает то что в моей топологии под рубрикой досуг прошло да для досуга пожалуйста вот вам миллион информации но если вы хотите стать профессионалом экспертом чему-то научиться то лучше на это ставку не делайте и еще один на одно сообщество профессиональный рынок информационный который разрушил интернет энциклопедию справочная и особенно энциклопедическая литература резко упала после того как возник интернет да и такой ресурс как википедия википедия очень удачный гениальный проект им конечно можно только восхищаться но надо видеть оборотную сторону процесса все те издатели которые раньше издавали авторские профессиональные выверенные энциклопедии они практически все тоже схлопнулись невозможно конкурировать с бесплатным контентом да и опять таки профессиональных электронных производителей не возникло вот один из вариантов это наш ресурс где мы собираем именно такие вот авторские издательские проекты но над ними требуется на них требуется очень много работы чтобы они качественно действительно не хуже википедии были да их к сожалению никто не покупает очень трудно на них бизнес цепочку основать вот но тем не менее мы в перспективе будем над этим работать вот наверное с первого января у нас он будет все-таки по подписке и будем благодаря этому потихоньку увеличивать его качество и конкурентоспособность по сравнению с пиратскими ресурсами вот еще один сегмент который обслуживает сферу досуга у нас это называется интернет-магазин умных книг directmedia.ru он существует уже для розницы для физических лиц не для организаций именно в том режиме в котором обычно потребляют информацию наши граждане то есть покупают ту книгу которая им нужна а не подписные какие-то там коллекции вот этот ресурс у нас тоже концентрируется на нонфикшн да и у них у него тоже та же примерная логика формирование как у библиотеки нонфикшн очень много издательств которых нет в наших ЭБС и наоборот не все что в ЭБС вы найдете здесь вот ну в общем в идеале для книжного рынка важно чтобы и корпоративный потребитель и физические лица граждане наши могли приобрести книгу и контент имели к ней доступ ну это я уж заодно к нашим этим рынок проектом наш совместный издательский проект комсомольской правды который существовал восемь лет в этом году завершился завершился на библиотеке великие архитекторы вот это тоже был интересный свой такой рыночек который просчитал к сожалению не очень долго очень около десяти лет он принес ну во первых это тоже было особый такой интересный формат он принес книгу в киоски периодики и принес их совершенно по другой цене качественные альбомы там стоили в два-три раза больше это такой импульс спроса создал и вот наши художественные альбомы там продавались сотнями тысяч вот очень большой такой просветительский эффект создал мне кажется дело хорошее ну и он исчерпался да потому что это как раз досуговый рынок во многом на исходе книжной эпохи то еще привычки собирать библиотеки вот народ потихоньку от этой привычки полностью откажется и даже красивые такие недорогие библиотечки патворки ему уже сильно не нужны так что он у нас завершился вот это тоже проект издательства вузовской литературы наше издательство то есть там где мы в книжном формате бумажном в том числе издаем книги это по сути дело тоже сопровождение рынка вузовского образования вот еще один подобный рыночек и аудиторию которую мы постарались обслужить с помощью нашей платформы научной монографии это совершенно свежий проект буквально с первого сентября когда мы из ЭБС удалили учебную литературу а оставили только ту литературу которая имеет чисто научный интерес монографии источники первоисточники оригинальные издания так далее вот это около 50 тысяч даже 70 тысяч изданий там и ретро издания конечно и в основном это библиотека платформа нацелена на зарубежного на зарубежные научные рынки которые должны знакомиться с русскоязычным контентом вот и прежде всего там остается гуманитарная литература общество знания то есть то что интересно русистам славянистам тут английские англоязычные интерфейсы немножко другие принципы комплектования именно адаптированные под уже привычки зарубежных библиотек вот но наши отечественные в принципе тоже могут подключаться кому не интересен учебный контент сугубо научный тоже можете проявлять интерес он рабочий вот еще одна один интересный тренд собственно у меня и было название издательские агрегаторские тренды создание тематических библиотек вот вы уже тоже обратили внимание что концепция большой огромной библиотеки базовой коллекции не назови национальной электронной библиотеки он становится не очень популярной именно в нашей профессиональной среде каждая библиотека в организациях профессиональных все-таки стремится формировать профиль библиотечный под себя вот поэтому и даже мы вот уже все активнее предлагаем не столько вот нашу базовую коллекцию сколько различные профильные форматы издательские коллекции тематические блоки то есть пропагандируем выборочное комплектование вот и более того вот под такие тематические профильные запросы создаются и сугубо специализированные электронные библиотеки в частности с некоторыми нашими партнерами мы обсуждаем или даже реализуем подобные библиотеки с государственной библиотекой по искусству мы разрабатываем проект специализированной электронной библиотеки по сценическим искусствам она будет обслуживать вот тот узкий сегмент театральных вузов каких там школ театральных и собирать соответственно информацию по сценическим искусствам по театру ничего другого подобные проекты мы с российской национальной библиотекой обсуждаем по прикладной литературе для публичных муниципальных библиотек где тоже будет ничего лишнего но главное что присутствовал интересный для них контент подобные арт библиотеку мы создаем на нашем арт портале где будет библиотека по изобразительным искусствам ну и вот другие вы видели корпоративные проекты все они имеют ту же природу каких-то компактных профильных библиотек и наши технологии как раз ориентированы на создание вот таких вот индивидуальных библиотек так что мы приглашаем вас в сотрудничество всегда можем делать совместные проекты используя ваш готовый контент ну и помогая получение приобретение лицензионного контента который всегда требует отношений с правообладателями каких-то платежей правообладатель и так далее вот завершая тему конечно надо помнить что вот все эти библиотеки должны сегодня иметь мобильную версию и вот практически все наши продукты базовые они уже на сегодня мы завершаем круг создаем уже в окончательном форме мобильные приложения к этим проектам вот можете пользоваться и тестировать их вот и уже подводя итог подводя итог хотел бы обобщить что чему нас учит вот это наша полиархичная такая сложная информационная среда во первых чтобы создавать такие профильные библиотеки нужно под каждую задачу формировать своим образом контент не общее там универсальное все для всех а именно под специальные потребности данного конкретного рынка далее чтобы создавать такую библиотеку нужно адаптировать функционал к специфике каждой аудитории вот такие как школа бизнес в них требуется совершенно разные функции и опции дальше мы создаем специальные сервисы под эти целевые аудитории например вот для научных платформ вот у нас такие вещи как область научных интересов мы конкретизируем и учим фокусировать а вот для школы мы сейчас создаем аналитик чтения инструмент помогающий определить читательский возраст помогающий преподавателю четко выдать текст по уровню развития ребенка вот в общем будущее за такими вот функциональными открытиями вот дальше нужны конечно мобильные приложения под каждую платформу нужна интеграция различных технологий ну прежде всего электронных и бумажных поэтому мы тоже развиваем и пропагандируем единство print on demand вместе с цифровым форматом в любом виде любую книгу у нас всегда можете получить вот и для каждой платформы для каждой аудитории нужно создавать гибкие модели комплектования по разным и ценовым тарифам и главным принципам оплаты вот как вы видели большинство из наших платформ ну они совершенно по разным работают режимом комплектования и оплаты вот то есть как вы видите вот создание такого мультиплатформенного мультиплатформенной среды который является наш библиоклуб он не просто представляет собой создание там нескольких сайтов и с их дизайном да это очень глубокая такая многомерная работа где в каждом функционале требуется выполнение совершенно новых иных задач которые не было в прошлой платформе мы стараемся это успевать и надеемся охватить все эти рынки где-то может у нас не получится а где-то получится вот здесь вот скажем на этом слайде отражена перспектива и вообще финансовая емкость развития книжных рынков в электронном формате да вот это примерно те емкости которые способны эти рынки заполнить заполнить нонфикшн профессиональная литература школьные сузы высшее образование да и сколько уже на сегодня пройдено пути да вы видите внизу вот высшее образование но это и самый большой рынок и самый продвинутый вот он уже на две трети условно говоря заполнен осталось пройти в нем треть чтобы его вот полностью уже обработать закрыть а вот другие только на начальном этапе вот сузы на очень начальном школы там в самом самом начале да профессиональная литература тоже практически на нуле вот понятно что это и в финансовом отношении еще очень слабенькие рынки но в своем потенциале это все таки да довольно сопоставимые с вузовским рынком ниши вот в общем мы активно работаем на них и постепенно их осваиваем вот еще что тут можно сказать что на зарубежных рынках мы отслеживаем мониторим ситуацию многие из этих ниш уже более или менее освоен скажем публичные библиотеки освоены таким гигантом как овердрайв вот и там на каждый рынок как вы видите возникают собственные агрегаторы собственные исполнители потому что рынок гигантский англоязычный вот у нас все таки русскоязычное пространство наше очень небольшое и мы надеемся что наша страна пойдет по тому пути что будет существовать два-три универсальных агрегаторы типа нас или трес которые смогут работать сразу на нескольких нишевых рынках и предоставлять качественный продукт вот ну что же то если не мы тем самым я подошел к концу вы все это время тоже находились в одном из узлов зданий на островке знаний который называется УМЦ Директ Академия и очень рады что вы не прошли мимо а приплыли на наш островок и мы вместе с вами поделились своими знаниями вот ну а как вы видите у нас очень много активностей в этом направлении мы не только предоставляем книги да мы тоже стараемся превратить это в реальные знания вот недавно мы провели семинар Сочи Севастополь который вот включился в эту палитру все были очень довольны всем было очень интересно вот так что приглашаем вас на наши мероприятия ну а я сейчас еще отвечу на пару вопросов если они есть в основном благодарности ну сейчас я посмотрю да вот тут уже реплики есть что с профессиональной литературой конечно вот маленький вопросик не могли бы вы профессионально осветить вопрос перспективы перехода на блокчейн что должно перестроить и систему образования в том числе а ну интересно это конечно такой вопрос модный блокчейн сейчас из всех ушей валит все 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 о нем рассуждают ну вы знаете я бы не стал придавать ему такое глобальное значение что она все заполнит и для наших информационных ресурсов будет реально какие-то последствия что-то все перестроить это все-таки феномен финансово цифровых сетей да это некая технология которая позволяет защищать информацию не позволяет вмешиваться в нее так сказать мошенникам и всяким злополучным то есть это система транзакции которая обладает очень высокой надежностью и защитой дублирования страхования потому что цифровая среда она в целом очень ненадежная и там ну как мы говорили об интернете да очень легкий порог для вхождения непрофессионалов так скажем или вот мошенников я бы кого она очень социально публично поэтому там очень сложно профессиональные в том числе и финансовые схемы построить вот поэтому блокчейн это скорее вот технология защиты данных благодаря которой произойдет революция прежде всего финансовым сектором для банков это для валюты для нашей финансовой экономической системы эти последствия будут очень важны они будут формировать фундамент четвертой индустриальной революции так называемый да вот но что он что касается вот чисто информационных обменов транзакции у нас нет такой потребности как финансовых ресурсов наши обмены они по природе другие если финансовые ресурсы капитала маркса наверное извлекли все основано на эквивалентном обмене то есть чтобы вы отдали свой труд и получили точный эквивалент его же на этом весь капитализм строится у нас все таки совершенно другая среда вот я поделился с вами знаниями да и они у кого-то там осели стали это совершенно безвозмездно никто не требует обмена обратки какой-то в этом плане знания они скорее скорее ближе к религии чем вот к финансово капиталистическому вот этому жесткому товарному рынку вот тем не менее информация как я вам сказал это тоже рынок и разумеется вот в каких-то технологиях особенно вот обменов взаимоотношений с правообладателями защиты контента блокчейн я думаю принесет нам тоже много полезного интересного вот кстати и в образовании тоже нету того ты мне я тебе да там более такая свободное щедрое дарение происходит так что блокчейн не думаю что нам прямо изменит нашу с вами жизнь так показатели ресурсы ваш семинар очень важный можно подумать о серии вебинаров на данную тему еще более детализировать явление да ну мы стараемся кстати если вот у вас есть на примете интересные спикеры которые вот об информационном обществе о знаниях говорят то пожалуйста вы нам тоже рекомендуйте видите у нас формируется здесь аудитория на котором все это интересно так презентация ну вот по сути дела вопросов вроде нет в основном спасибо и добрый день так сейчас да что что тогда дорогие коллеги спасибо вам за ваше внимание за благодарности которые вы высказали но надеюсь что не лишней была такая лекция и вот кому как не вам опять же нам с вами вот эти образовательные рынки удобрять знаниями да не пустой информации а действительно помогать на ней растить знания так что вам тоже всем спасибо за эту работу будем оставаться на связи всего доброго уважаемые коллеги спасибо за участие в данном вебинаре спасибо константин николаевич за такой интересный и подробный рассказ мы напоминаю вам что мы ждем вас на наших новых вебинарах приходите к нам будет интересно до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч